Три года работы, почти миллиард рублей с бюджетов всех уровней, и этот некогда заброшенный микрорайон теперь выглядит достойно. Но, как показал обход, покрасить дома, отремонтировать ливневки, пешеходные зоны и проезжую часть оказалось намного легче, чем приучить людей жить в чистоте. Мусор почти под каждым кустом. По словам представителей управляющей компании, вечером убирают, утром опять гуры пакетов и бутылок. Домкомы разводят руками. Люди очень некультурно себя ведут и везде бросают мусор, не просто мусор, а пакетами. Из окон выбрасывают мусор. Это непорядочность, это без культуры и людей. Надо по каждому дому провести собрание, по-человечески объяснить, что нельзя этого делать. Более того, эта улица магистральная, то есть по ней будут ехать, как по дороге малый обход. Трусы вывешивать не надо. Как оказалось, портят новый имидж микрорайона не только сами местные жители, но и коммунальные предприятия. К примеру, здесь работники САХа мусор из баков вывезли, а убрать территорию вокруг контейнерной площадки забыли. Мэр распорядился навести порядок уже к завтрашнему дню. Во время обхода нашли решение и еще одно из застарелых проблем микрорайона. Долгое время сочинские автолюбители считали, что гараж на муниципальной земле без разрешения можно поставить где угодно. Но время самоуправства закончилось. Вот результат. Но с учетом того, что микрорайон Донскую действительно сложно с местами для машин, муниципалитет решил, что в частности здесь появится плоскостная парковка. Но главная проблема микрорайона – затянувшаяся реконструкция улицы Донской. Третий год строители не могут сдать в эксплуатацию два важных объекта дорожной инфраструктуры «Подземные переходы». Последний срок окончания работы, который озвучили подрядчики – 1 сентября этого года. Когда вы заканчиваете? В октябре. А? В октябре. В октябре. Вы сами что ли передвигаете эти планы? Я вынужден сказать Жукову, что вы на целый месяц задерживаете. Но к 15 сентября вы кровоизносу должны в рабочке все сдать. К этому сроку строители должны полностью благоустроить прилегающую территорию и дать возможность пешеходам пользоваться подземными переходами. Елена Сецна, телекомпания «ФКТ».